Привет и добро пожаловать на мой канал на YouTube. Меня зовут Лана и сегодня у нас выпуск шоппинг-влога. Мы приехали в H&M, потому что планируем снять основную часть влога там, а потом, возможно, зайдем в мангу. Сегодня хочется показать вам больше осенних образов, с верхней одеждой, с многослойностью. Но будем смотреть, конечно, по ассортименту в магазине. Сразу берем сумку и отправляемся за покупкой. Ну что, пришло время рассказать про мой лук сегодняшний в пиджак Omnit. Было у меня видео про мои покупки предыдущие. Белые джинсы у меня с ASOS и мои кеды, которые я постоянно ношу. Очень удобные от Shizu Face. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы собираем теплые луки, чтобы всем было тепло. Единственная проблема, здесь абсолютно нету хорошей обуви. То есть я взяла буквально какие-то ботильонные, привет, 2003-й, ботфорты, которые тоже такие странноватые немножко. Они постоянно с меня спадают, где-то мой размер. Вот, в идеале, конечно, здесь либо сапоги-носки, либо, может быть, ботфорты, которые, может быть, бежевого цвета там и так далее. Вот, поэтому с обувью в очке будут проблемы. Если какая-то обувь не будет подходить под наряд, как вы считаете, знаете, это не моя вина. Я сделала все, что могла. Так, ну в очке сегодня очень много по отдельности хороших вещей. Например, вот этот вот кардиган прекрасного оттенка, пальто, джинсы. Но почему-то образы сегодня не складываются. Я вижу проблему в обуви. Обуви вообще абсолютно нет никакой. И, конечно, понимаете, что такое осенний лук. И тут у меня, значит, лоферы такие с голой лодыжкой на ногах. Это уже вообще не ай смотрится. Поэтому сейчас здесь до мерием. Сколько получится, столько получится. Возьмите на вооружение конкретные вещи, может быть, а не луки. Ну и поедем в мангу. В мангу должно быть больше обуви. Продолжение следует... Ну что, Total Black. Пойти куда-нибудь на зимнюю вечеринку. Ну, сапоги у нас, ботфорт и юбочка вот эта с бисером. Очень классная, кстати. Движение вообще прекрасно смотрится. И оверсайз свитер с горлом. Такой получился Total Black look. Довольно интересный. Куда-нибудь на выход или не обязательно. Например, вечером посидеть. Смотрите, такой вариант. Я не хочу снимать проходку, потому что, ну, обувь вообще сюда никаким боком не катит. Сюда нужно, наверное, какие-то, например, серые там сапоги-носки. Или ботильоны. Ой, ботильоны, здесь ботфорты. Чтобы полностью юбка их закрывала. Но, как я уже сказала, ничего этого, к сожалению, нет. Поэтому придется нам так вот примерочный посмотреть этот лук. Тоже тепленько, хорошо. Если представить, обладать достаточным воображением и представить здесь сапоги, то вообще замечательный лук будет. Продолжение следует... Да, у меня волосы цвета рубашки. Поэтому это хорошо смотрится. Опять, с обувью проблемы. Ладно, не буду уже 50 раз повторять. Джинсы. Мне очень нравится, как смотрится с этим цветом. Пальто, в принципе, тоже здесь камера немножко искажает цвета. Но в жизни смотрится хорошо. Вообще, пальто отличное, тонкое и очень теплое. Ну, по теплоте нужно, конечно, смотреть в зависимости от погодных условий. Рубашки такой декоративный элемент. Что-то типа банта, горло. Я не стала завязывать, как банта ставила. Вот, но мне нравятся очень сильно эти джинсы. Они прекрасно сели. У них цвет как надо. Я люблю такую вот мужскую застежку, пуговицы. По поводу пальто из свитеров. Пальто из свитера не должны быть размер в размер. Если вы берете пальто, возьмите его на размер, а то и на два больше. Потому что пальто это верхняя одежда все-таки. И если, например, пальто такое тонкое, то можно под него пододеть джинсовку. Можно под него пододеть. Тут и пуховик такой, знаете, в Юникло очень тонкий продаются. Вот. Но самое главное, чтобы это не было приталено, не было, знаете, в облипочку. Сотира также. Они должны быть объемными, теплыми, уютными. Продолжение следует... Что я вам хочу сказать, ребята? К одежде не нужно относиться слишком серьезно. Когда идете в магазины, просто экспериментируйте. Потому что вы никогда не знаете, что именно вам подойдет. Конкретно этот лук, конечно, я знала, что мне не подойдет. Но я же снимаю не для себя, я же не хожу себе на шопинг. Иначе я выбирала бы совершенно другие вещи. Я показываю просто вам варианты. И вот вариант. Такое цветастое платье. Немножко в таком каком-то этническом стиле. Сверху кардиган длинный, вязанный, очень теплый, кстати. И вот эти же ботфорты. Несчастные, многострадальные. Но берет можно, конечно, снять. Ну, а можно надеть. Для большего эффекта. Для большого эффекта. nagyonшотно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. так ну что зашли мы в мангу собрали вот такой лучок из брючного костюма шерстяного здесь какой момент девочки длина такая знаете ни о чем ни туда ни сюда называется если у вас ноги немножко короче чем туловище особенно с таким пиджаком может резать но здесь вот нас могут спасти такие ботильоны носки которые продолжат немного ногу но не для всех скажем так мне например кажется что мои ноги очень сильно порезала в целом хороший довольно таки костюм очень теплый если его сочетать например с пиджаком и пиджаком с пальто в тон получится очень хороший лук еще надели водолазку я рисунку светлую такой офис не знаете можно просто раскрешенные серые джинсы свитер такой серый тоже с полу леопардовым принтом и сверху пальто халат такой монохромный лучок получился и посмотрите как сильно клеш вытягивает ноги я почему подрезала конечно чтобы он так не лежал на ногах на ботинках на матерьонах очень его подрезала но в целом для тех кто любит монохром я почему-то в последнее время очень люблю монохром и Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, на сегодня наш шопинг-глог закончен Пишите в комментариях, какой лук понравился вам больше всего А я с вами прощаюсь Большое спасибо вам за ваши лайки, комментарии, подписки До скорых встреч, всем пока! Не спадают с меня просто Мой канал на ютубе на меня смотрят официантки, мне стыдно Не спадают с меня, я не понимаю Окей, это мой размер? Если бы я их купила, я бы их носила И что, они постоянно с меня сваливались? Может быть, они должны быть гармошечкой внизу Если мы берет, я буду стопроцентной цыганкой Надеваем берет Мы из цыганки превратились в тонченую француженку Которая любит яркие пленки Субтитры Pis reim Субтитры Pis công Субтитры сделал DimaTorzok